До конца года в Кустанайской области планируют ввести в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья. Львинная доля застройки приходится на областной центр. Но не отстают темпы строительства и в городе Рудном. Подробности у Артема Грапова. Гульнар Курушпаева с мужем воспитывают семерых детей. Своего жилья нет. Большая семья ютится в арендной двушке в старом доме. Спят девчонки и мальчишки на полу, а днем здесь они уроки делают и мечтают о собственной квартире. А вот так в канун Дня независимости сбывается мечта Курушпаевых и еще 49-ти рудненских семей. Жить теперь они будут в новом многоэтажном доме. Здесь одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Вот моя квартира. Я очень рада. Теперь Курушпаевым принадлежит трешка с просторными комнатами. С первых секунд хозяйка решила, кто и в какой комнате будет жить. Мои дети теперь не будут спать на полу в тесноте. Отдельная комната у девочек побольше, потому что их четверо. Отдельная комната у мальчиков. Ну, поменьше, потому что их трое. Новый микрорайон в Рудном застраивают два года. Это уже третий многоэтажный дом. Планируют построить еще четыре. Жилье арендное с последующим выкупом. Самая главная задача – обеспечить доступность жилья. То есть цена сегодня не выше 140 тысяч тенге у нас цена жилья. Если идет выше, то мы идем на компенсацию из местного бюджета. В следующую трехлетку в регионе намерены сохранить положительную динамику строительства. Ежегодный рост планируют держать на уровне 10%. Это позволит 2020 году построить 1 миллион 100 тысяч квадратных метров жилья. Артем Грапов и Сергей Тартенберг, Хабар, Кустанайская область.